Мы в ответе за тех, кого приручили, сказал Классик. Именно поэтому Постоянная комиссия Чебоксарского городского собрания депутатов по экологии посетила пункт передержки бездомных животных на Марпасадском шоссе. Глава города Олег Картунов отметил, что к нему обратились зоозащитники и попросили ознакомиться с состоянием приюта для животных безвладейцев. Также было отмечено, что вскоре будет создан дополнительный пункт для бездомных собак. Мы планируем открыть дополнительный еще приют для бездомных собак. Место уже выделено, проектно-смертная документация разрабатывается и ориентировочная стоимость строительства порядка 80 миллионов рублей. Я думаю, дополнительный приют позволит сделать так, чтобы в городе было меньше бездомных собак. Но, конечно же, необходима помощь зоозащитников, волонтеров, которые занимались помощью в отлове собак, в их стерилизации и, соответственно, когда они уже становились не опасными для наших жителей, те, кто не опасны, их надо выпускать, конечно, в среду обитания. Нормы постоянно меняются и приюты должны им соответствовать. Ведь только тогда четвероногие друзья будут чувствовать себя хорошо и доверять людям. В июне этого года вышли новые нормы. И в связи с этим строительство уже по новым нормам данного приюта будет не на 500, а примерно на 200-300 собак. Ну, это, наверное, и хорошо, потому что нет задачи посадить собаку в клетку, ее содержать. То есть есть задачи, чтобы заработала программа ОСВВ. Это отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. И сейчас в Чебоксарах вынуждены признать, что эта программа, она немножко буксует. Вот на это есть несколько объективных причин. Это очень низкий тариф, предложенный по контракту, исполнительным контрактом МУК ЖКХ. И в связи с этим в Чебоксарах работает только один ловец, и тот, который поддерживается у нас волонтерами, что, в принципе, недопустимо. И вторая, конечно, такая общая социальная проблема. Жители не поддерживают инициативу выпуска собак в прежние места обитания. Также постоянно проводятся ярмарки по пристройству животных. Главное, чтобы животные смогли попасть в хорошую семью, где их искренне будут любить. Ведь у каждого из них свой характер и своя судьба. Да, очень много собак забирают. На самом деле это благое дело. Очень много граждан, которые неравнодушны, которые любят собак, кошек, они вот как раз забирают и помогают как раз сделать так, чтобы в городе было меньше бездомных собак. И делают благое для наших жителей и бедных животных дело. Главные задачи – это закупка корма и лекарств для собак. Сейчас в приюте содержится более 400 животных. За ними следят волонтеры. Все существующие проблемы будут решаться постепенно, отметили на совещании. Мы ознакомились с работой приюта, смотрели вопросы, проблемы, которые существуют. На самом-то деле есть, конечно, вопросы и проблемы. Постараемся, конечно же, ближе к зиме решить острые вопросы, которые возникают по электричеству, по кухникам, для приготовления для собак. Главное – не быть безразличным. Нужно проводить большую работу в социальных сетях, чтобы как можно большее количество людей видело объявление о пристройстве животных. Ведь каждый из четвероногих надеется, наконец, обрести свой дом. Ну а наградой хозяевам станут их верные и преданные глаза. Елена Яковлева, Екатерина Янгалакова. Жизнь столицы.